Итак, мы начинаем нашу консультацию. Здравствуйте, Арсений, Дмитрий. У вас есть возможность задать свой вопрос? Да, здравствуйте. Можно я начну тогда? Да, конечно. Во-первых, спасибо за эту возможность. Я совсем недавно узнал об этой программе. Я, на самом деле, его только-только начал изучать, прочитал те документы, которые есть, и, в принципе, все, что я видел, касается либо найми работников, либо пипешников. А что касается самозанятых, потому что я сейчас самозанятый, и, в принципе, нужно каким-то образом подтвердить, нужна бумага, которая подтверждает создание компании один год до момента на подачу визит с правового кочевника. Что в этом случае может быть с самозанятыми? Справка о постановке на учет самозанятого? Да. По самозанятому тоже есть у нас успешные кейсы. Они ничем не отличаются от ИП. Что ИП, что самозанятый одинаково дают визу цифрового кочевника. Самое главное, чтобы у вас ваша самозанятость или ИП было более трех месяцев. То есть три, четыре, пять месяцев назад открыто. И, да, вы берете справку с личным кабинетом налоговой, что вы поставлены на учет как самозанятый, и вот этого документа будет достаточно. Переводите обычным переводом, и все. И ваши контракты. А вот про год, это ваш клиент должен быть, ваши клиенты, может быть, несколько, один, два, три, пять, даже семь, может быть, клиентов. Вот им должно быть больше года. Они должны быть, как бы, основаны больше года. И вы, когда будете подавать документы, вы подтверждаете их, ну, долгую работу, там, год, два, три. И вот это только нужно. А от вас только сертификат и более трех месяцев нужно. И платежи. Регулярные платежи. Вы даете, там, какие-то, там, инвойсы или акты выполненных работ, что вот вы сделали работу, вам заплатили. Сделали, заплатили. Все. Окей, спасибо большое. У меня, в общем-то, мой контракт, у меня есть сервис Агримент с одной из этих фриланс-бирж. Подойдет ли такая штука? Потому что мне, в принципе, все инвойсы я выставляю на, получается, на имя вот этой фриланс-биржи. И они, да, они у меня примерно год идут. И сервис Агримент есть подписанный в цифровом виде мной и вот этой фриланс-биржи. Подойдет ли такая штука? Да, испанцы принимают цифровые подписи. Им главное, чтобы были документы. Главное, бумага есть. Там печать или нет печати. Просто что можно это проверить. Там ссылку на сайт, ну, платформу на это. Платежи, вот этот договор, вот эти оферты, да, какой-то там большой. Это нужно перевести, показать, что да, реально вы получаете сумму, вот эти инвойсы. Они все должны, все документы должны биться. То есть, например, вы получили, там, у вас контракт, вы получили, например, эту сумму, там, 3000 евро получили. Ну, нет, вернее, на 3000 евро вы выставили акт выполненных работ и, как бы, счет. Они вам эти оплатили по контракту. У вас должно биться контракт, счет и деньги, выписка с банка, что они реально пришли. И вот эти подтверждающие документы, официальную выписку от компании запросите, вот эту ссылку на сайт, вот можно описать это все в письме. Реальность, они лояльны, они относятся хорошо к людям, если вы все четко объясните, все вот эти вот этапы. Вот я работаю на эту компанию, она вот основана тогда-то, вот есть договор оферты, вот я получаю платежи, вот так вот. Но вам все объяснить логично, и все нормально будет. Окей, супер, да, это отличные новости. Но еще такая штука, при этом это фриланс-биржа по факту делит эти деньги, то есть часть этих денег я получаю в Турцию, и часть получается в Россию. Но это санкционный банк. Они принимают документы, соответственно, банка, который находится под санкциями, то, что у меня деньги туда, например, приходили? Можно дать выписку, что приходили деньги туда, ну там, какой-то санкционный банк, да, но показать, что у вас деньги есть на каком-то другом банке. Ну, давайте, давай, покажем там Тинькофф, там еще какой-нибудь банк, там Альфа-банк, ну, и нет, они тоже под санкциями, но не так фигуруют. Они под санкциями, да, испанцы знают про вот эти банки. Ну, покажите в Райфе, откройте счет, поставьте туда немножко небольшую сумму. Испанцы нормально, они увидят, что, ага, у вас есть деньги, поступают платежи, все хорошо, но у вас все есть вот счет вот в этом банке, все. Потом, смотрите, как, все, вот вы докажете все, покажете свои доходы, что вот вы получаете, у вас там контракт и все. Потом эта вся история у вас обнулится полностью, то есть вы приезжаете в Испанию, вы вам приходят, ну, вы подаете документы, через 20, 22, там, 25 дней максимум приходит одобрение, вы делаете карточку, и вы обязаны открыть ИП, ну, самозанятые, кстати, здесь, в Испании. И та история, которая была до этого в России, там, или в другой, в любой стране, там, в Турции, в Армении, она заканчивается. Все, вы там закончили историю, переводите все договора сюда, контракты, и здесь работаете, платите здесь налог. Все, вот. Супер, выглядит довольно просто. И последний, коротенький вопрос. По суммам, в случае переезда с семьей, нужно показать какую-то сумму. Есть какие-то, какая-то сумма должна быть в евро, например, если у меня там есть банк, соответственно, счет в Турции, потому что там написано, кроме банков РБ и РФ, вот, есть счет в Турции, например, на семью с женой и ребенком. Какие-то суммы есть ориентировочно? Да, суммы есть, вам нужно показать 30 тысяч 300 евро на вас, что вы зарабатываете в год, в год. Но это не обязательно, что у вас были эти деньги на счету. Вы можете зарабатывать их каждый месяц, там, в течение вот этих трех лет. В месяц вы должны минимум зарабатывать на себя на одного 2520 евро, на жену должны около 900 евро зарабатывать на срочной семье, и на ребенка около 300 евро. То есть, получается, на семью нужно около 4000 евро нужно показать, именно доход, что был именно в евро, или эквивалентной валюте, там, в долларах, если получаете, или в рублях. По курсу, конечно, раньше было такое, что они смотрели по курсу ЦБ, ну, ЕЦБ, вернее. Там последний курс завис, он остался 117 рублей, да, в принципе, могут по этому курсу смотреть. Ну, у нас у ребят в основном все были зарплаты в евро, и там курс постоянно плавал, и одобряли. У тех, кто получает в рублях, сложнее немножко, придется менять вот по этому, по курсу. А те, кто в долларах, ну, там, курс меняется, они показывают, что вот у нас контракт, вот все. То есть, главное, доказать логичный, вот курс был на тот момент такой-то, вот сумма такая-то пришла, вот такая-то, вот контракт в евро лучше. Окей, ну, то есть, нет такого, что я должен показать там 30 тысяч, что у меня вот прямо сейчас там на счете лежат при переезде с семьей. Только, собственно, вот эти вот помесячные доходы. И если, например, там в один месяц, грубо говоря, там было 2000 евро, а в следующем там месяц 8000 евро, то как бы это тоже будет окей, потому что в среднем получается выше, выше, то есть сумма, которая есть там 4, но иногда месяц проседает. Там, например, если в отпуск уходишь, понятное дело, у тебя замораживаются все твои договоренности, и ты в это время не получаешь денег, потому что не выполняешь контракт. Да, все правильно, тогда если есть такая штука, если просевы, тогда нужно не за 3 месяца показывать, а покажите больше, за 6 месяцев покажите, покажите, что у вас оно реально вот среднее, вот оно больше, потому что были до запроса у ребят, ребята подавались, мы подавали документы, помогали им, и они показали за 3 месяца, что-то не понравилось мне, естественно, они попросили, пожалуйста, давайте еще за 6 месяцев, ну, те же самые. Ребята быстро нажали на кнопки, там все сделали, за несколько часов дали документы, и мы загрузили, все, уже одобрение вечером пришло, прошло одобрение, за несколько часов они рассматривали, то есть они уже готовы были дать одобрение, просто сомневались, ну, типа, есть, нет, доки. Окей, нажали на кнопку, все, отдали, и пришло одобрение, то есть вам нужно показать за полгода, обязательно, тогда, если вот эти просевы есть. И объяснить, почему в тот месяц вы там получили 1000 евро, 2000, тоже, опять же, письмо, вот каждую, вот испанцы такие, вот каждый нюанс нужно обсуждать, нужно объяснять, там сидят обычные люди, простые, они не понимают, что, как, если им это все объяснить, то хочешь, они почитают, посмотрят, да, окей, их цель не задавить вас, не дать вам в NG, а наоборот дать, и чтобы это все было логично, объяснено, все. Супер, спасибо огромное, Артем, спасибо. Готовы отвечать на следующие вопросы? Да, Борис, Артем, здравствуйте, спасибо еще раз за возможность предоставленную. У меня такие вопросы. Из вашей практики, где лучше подаваться? Имеется в виду, что сейчас есть компании, которые предлагают подаваться, в том числе из Москвы. Но московское консульство, оно такое, говорят, достаточно тяжелое. Где, с вашей точки зрения, лучше подаваться? Сразу ехать по Шенгену в Испанию или пробовать отсюда? Честно, мой совет, на 100% прям рекомендация, лучше, нет Шенгена, запариться, получить Шенген. Сделать это будет дешевле вам и реально проще, чем делать визу, искать запись. Делать годовую, годовую визу, подавать документы все в посольстве. Это месяцы, многомесячные ожидания самой записи, потом подача документов. Вам вклеят эту визу, эта виза будет на один год. Вам нужно приехать в Испанию, быстро ловить ситу на отпечатке пальцев, подавать и потом через год опять проходить этот путь, подавать документы онлайн, опять загружать, опять делать переводы и опять получать на 3 года. Самое проще приехать в Испанию, подать документы, через 20 дней получить в ВНЖ, там все понятно, все онлайн загрузили. Если есть цифровая подпись у вас, вы сами подписывайтесь, если все документы готовите, если нет, можете обратиться к нам, мы поможем уже в личных консультациях. И вы загружаете, через 20 дней приходит ответ, все, вы записываетесь на отпечатки пальцев, ну рекомендую, к примеру, можно в Барселоне записаться, там есть возможность сделать это без прописки. А потом уже искать все провинции, жить там в Валенсии, рекомендую жить в Валенсии, сделать карточку в Барселоне, все. Или вообще льготный режим налогообложения, к примеру, возьмем в Мадриде, мы в этом тоже эту тему расскажем. В Мадриде вообще не нужно платить налог на ИП, ну на самозанятого, на автонома год, еще круче, можно сэкономить денег. Лучше подаваться в Испании. Мой ответ только Испания, это сразу на 3 года, и в ВНЖ все в семье, все в семье можно получить, даже родителей, зависящих можно перевести тоже. Все понятно, все четко, есть инструкции, в Москве тоже можно, но на один год и весь круг от этого на проходить, невыгодно. Так, вы упомянули Барселону, а в принципе, в каком регионе возможно подаваться, в каком лучше подаваться? 20 лет или зависит от региона? Нет, вообще не зависит от региона, вы можете подать онлайн, вся подача онлайн, можете приехать в Валенсию, в Мадрид, в Барселону, на острова, без разницы, они не смотрят на привязку к региону, вообще нет. Привязка к региону будет только тогда, когда вы открываете, ну вот, делаете прописку, открываете автонома, это как ИПС, самозанятый в Испании, вот тогда будет привязка, там будете платить налоги, там у вас все отчисления будут, соцпрах, вот это все, все вот там будет, все завязано с этой провинцией. Но есть сейчас хорошая информация, в Мадриде, если открывать, ну, жить, например, в Валенсии, в тригороде Валенсии, в Костейоне в нашем, можно жить, тоже в провинции, можно под Барселону жить, но открыть автонома, сделать прописку и, ну, юридически быть в Мадриде, чтобы год не оплатить за соц. страх, соц. взнос. Это там у них такая счастливодная программа есть, первый год. Да, хорошо. Такой вопрос, если приезжать после, соответственно, какого-то там 3 июля, то мы же не становимся еще резидентами налоговыми Испании, или мы все равно уже начинаем платить налоги, как только приехали? Смотрите, цифровой кочевник может, в принципе, претендовать на закон Бекхэма, то есть вы приезжаете сюда, и можете те налоги, которые оплачивали в России, уже не оплачивать. То есть вы оплатили, сумму можете заводить спокойно, вот это все. Но с момента, когда вы приехали сюда, в Испанию, все, вы будете, вот этот доход, который вы начинаете получать в Испании, здесь, да, вот вы же откроете ИП, автонома, ну, по договору, который вы напишите. Вы сначала, смотрите, вы напишите декларацию, что вы при приезде, при получении ВНЖ, вы обязаны встать на учет. Все. Вы получаете карточку, встаете на учет здесь, открываете самозанятого, если вы идете как самозанятый, как ИП, и платите налоги здесь. Все. В Испании вы официально начинаете платить налоги. Все, вы стали налоговым резидентом. И налоговый период в Испании идет с 1 по 31 декабря. С 1 января по 31 декабря. Год. Никаких там июли и этих нет. Год. Вот за год, вы приехали, например, в июле, приехали в сентябре, вы должны просто за предыдущий год подать декларацию. Вот за этот год вы только в следующем году будете подавать. До лета. То есть за этот год, когда вы приедете. Вот вы приехали, подали документы, получили ВНЖ, открыли аутонома, и на следующий год вы подаете декларацию и уже показываете, до какого числа вы там оплачивали налоги в России, какие суммы там вы переводили, как это все было. Вот налоговым резидентом до момента, с какой стороны вы были, доказывайте сертификатом. Это уже в налоговый в следующем году вам нужно будет все сделать. Но вы уже будете налоговым резидентом. Спасибо. Последний, наверное, вопрос. Открытие счета. Подходит ли для работы, вот, как аутонома счет, открытый на физлицов, ВБВА? Да, без проблем. Вы сможете, ну, там просто у менеджера уточнить, это все поменять. Можно открыть отдельный. Хотите тот же, тем же пользователь. Вот у Бориса, вот у него он из практики, можно сказать. Борис, скажи, пожалуйста, у тебя счет тот же аутонома или у тебя разный счет? Можно разный, можно тот же. Тебе лучше сделать тот же, для того, чтобы возникало меньше вопросов, что это за деньги приходят. Ну, то есть, если приходят, значит, скорее всего, это мой доход. Вот, а дальше, ну, то есть, у банка меньше вопросов возникает. Все, спасибо. У меня вопросов больше нет. Тогда мы готовы отвечать на следующий вопрос. На вопросы следующих участников. Ну, и, может быть, тогда дополню. Вы про минимальные суммы сказали, про них, собственно, везде написано. А есть ли какие-то взрывательные? Или от этого вообще никак не зависит, одобрение, неодобрение? Если минимальный порог превышен, то все. Честно, да. Никаких нету, там, предзаписк никакой нету. Все четко. Вот написано минимальная сумма. Если у вас будет по контракту 2521 евро, супер, все. Там, ну, на 20 евро больше, там, на 2500, там, 2600 делайте, и все. Идеально будет, ребят. Все, минимальные условия соблюдены, все. Нет никого, там, если вы покажете больше, там, меньше. Не, меньше не надо. Больше можно, ну, нет смысла. Можете больше, но если больше показать, то потом можно будет эти деньги оптимизировать уже с помощью ООО. Пример, если у вас ИП, и вы не хотите большие суммы показать, там, зарабатывайте 20 тысяч евро, покажите, там, 3000 евро зарабатывайте, как самозанятые, а остальную сумму переводите на ООО, как другой доход. То там уже другие налоги, другие, другая система налогового движения будет. Уже оптимизируйте. Вот у нас ребята зарабатывают, там, 15 тысяч евро есть, и они будут показывать, они показали только 4000 евро, показали, что будет доход. А остальные доходы будут, ну, с другими компаниями. То есть у них один контракт большой есть, вот они показали 4000 евро, а остальные у них несколько мелких контрактов, они будут их переменять с, там, с другой компанией, СНГ, в стране СНГ у них бизнес, они будут менять на ООО в Испании. У них будут два юрлица. ИП, аутонома для отчетности, для, ну, как, для продления, для карточки, для оплаты с обносов, все. А второе у них будет открыто юрлицо для, уже для жизни, там, оптимизировать налоги будет. Все, спасибо. Здравствуйте. А можно еще один вопрос? Да, конечно. А вот скажите, пожалуйста, я поняла, что проще въехать, да, на месте подаваться, но, тем не менее, а был ли у вас или у кого-то, да, здесь присутствующих опыт подачи через Москву, через консульство, или такого опыта нет ни у кого? У нас опыта сейчас нет, у нас знакомые хотели подаваться, готовили документы, консультировал, но они в итоге приедут подавать документы сюда в сентябре. У них там все дела не заканчиваются, они продают недвижимость, все, они будут приезжать в сентябре. Они хотели подаваться, я им объяснил все вот эти фишки, и они будут подаваться здесь. То есть пока опыта нет, но, опять же, поймайте, первое, поймайте эти ситы, ну, не ситы, а вот эту запись на подачу, там, месяца, реально, месяц-два, вы такой квест пройдете. Потом все документы туда-то, относите оригиналы все, да, здесь можно подавать PDF, а тут все оригиналы, переводы, все заверены, там, это, вы просто будете в шоке, вы разоритесь на этих переводах, плюс сопровождение, нужно будет, в России возьмут за это гораздо больше денег, потому что, ну, типа новое, новшество какое-то, да, еще не все знают. Вот, просто это большое количество денег. Вам дешевле шенген сделать, прилететь на, на, вы мне нужны здесь два дня. За два дня мы, если вы будете подаваться с помощью нас, ну, мы вам поможем, мы обещаем за два дня подать документы себе полностью. А потом можно улететь и ждать где-то в другом месте этого? Да, можно улететь и ждать в другом месте. У нас вот вчера пришло одобрение вечером по стартапу, ну, один департамент подает, у нас ребята подали документы, выехали, и пришло вчера одобрение по стартапу. У нас там фабрика будет большая, с мороженым производством, инновационное производство, и вот ребята уехали, сейчас будут приезжать и делать срочно карточку, тархету, вот. Так же самое вот по намаду, вы можете приехать, подать, уехать. Главный момент подачи, чтобы вы были легальны здесь, и чтобы у вас оставался шенген, чтобы вы могли въехать снова. Потому что если у вас шенген просрочится, вам нужно уехать, это немножко, ну, проблема, но это решаемо. Вы можете уехать, вы можете получить одобрение, вместо вас кто-то может пойти в полицию, написать заявление о том, что вам нужно возврат на родину, типа называется бумага регресса, приложить билеты ваши забронированные, и вам через неделю этот регресса дадут бумагу такую специальную, вам вышедут в DSL почты, вы эту бумагу принимаете, и на границе, там, прямой рейс должен быть какой-то, например, из Турции, из Дубая, там, из Сербии, чтобы сразу в Испанию вы смогли влететь, показывайте на таможне, на границе, на пасхуном католе, эту бумажку регресса, что вот вы без визы, вам одобрено в АНЖ, виза Шенгена нет, но вот у вас бумага в отношении на родину, типа в Испанию, тогда вас пустят, она действует на 3 месяца, можно и так. Вот это меня момент смущает, знаете почему? Потому что Шенген сейчас выдают большинство прям жестко под даты, вот я сегодня буквально утром разговаривала там с тремя консультантами по Шенгену, кто делает это в Москве, и все трое сказали, что все, как бы, очень непредсказуемо, и если там в той семье, которая подается, есть мужчина, то вообще там жене, детям могут выдать там на месяц, на два, на три, на год, а мужчине выдают там вот четко под дату поездки. При этом, если ты заявляешь дату поездки на больше месяца, к тебе уже относятся там со скепсисом, вот, и вероятность получить отказ, вот у них там последние две недели, он там возрос просто в какой-то там геометрической прогрессии. Выдаваться на две недели, въезжать на две недели, как бы, и получается просрочить их, вот этого тоже не хочется, поэтому есть у вас какая-то рекомендация вот по выходу из этой ситуации, как лучше поступить? Как лучше, вот как я рекомендую, сделать Шенген на короткий срок, даже на неделю, вам его хватит. Вы приехали, и у вас официальные ожидания. 20 дней вам департамент ответит. Если мы с вами, ну, если вы возьмете нашу консультацию, с нами будете подаваться, у нас есть гарантия, что 100% ваши документы примут и вам одобрят. То есть мы изначально не берем документы, которые, ну, что-то с ними не то, мы сразу вам говорим, что-то не то. Вот мы заранее начинаем готовить документы, смотреть. Вы можете самостоятельно приехать, подать документы, тоже цифровую подпись, там друзья могут подать сами. Ну, главное, очень важно подготовить. Все документы подготовят, приехать, оплатить госпошину, подать документы, купить страховку, если там, ну, как вы самозаняты, пойдете как ИП или как наемный сотрудник, и все, делайте мои рекомендации, делайте шенген, не слышите никого, честно, делайте шенген, приезжайте сюда, у вас будет легальный статус ожидания. То есть вы приехали, все, у вас бумага, через там день-два дня вы подали, у вас будет бумага, что от робота, что официальные документы принят, департамент в такое-то время, в такую-то дату принял, все, вы официально ждете. Даже если просрочится виза, вам все равно, вы официально ждете, и вам придется 100% одобрение. Если грамотно все провести, документы все четко, что были по подаче, не будет отказа. И должна быть откровенность. Если вы должны признаться, сказать честно, были ли у вас какие-то депортации из Евросоюза, были ли проблемы с законом в Евросоюзе, мало ли, может, у вас там 5-10 лет назад было там какое-то, ну, депортировали, там нарушения с визами какие-то были жесткие. Это вы должны сказать. Если у вас никаких нету проблем... Трафик файнс не считаются, да, я так понимаю? Трафик файнс, это как бы вообще, ну, на радаре не регистрируется для них. Или это тоже запрашивается? Это что это, простите? Ну, штрафы из дорожной камеры. Ну, ПДД, нарушение правил дорожного движения, вот эта фигня. Если вы оплатили все штрафы, и вообще нет. Главное, смотрите, чтобы у вас не было задолженностей. Нет. Ну, крупных там. Все, и не было никаких нарушений, которые не закрыты. Ну, бывает, да штрафы тоже. Ребят там делали документы, ВНЖ, там что-то у них были вопросы. Да, они там когда-то лет 10 назад там был штраф и не оплатили там, и какие-то проблемы были, да, им задавали вопросы. Но ВНЖ дали им, честно. Там копейщий штраф какой-то был, они объяснили, они побежали, оплатили, и все нормально было. Вот. И кто-то владел еще недвижимостью, тоже ребята рассказывали. Тоже там что-то налог вот-то не доплатили там за полгода, они продали эту недвижимость. То, что у них при ВНЖ, прям, по-моему, на нового кратива не подавали, они спрашивали этот момент, они быстро сказали адвокату, адвокат быстренько в Испании оплатил, и все, им дали. Вот. Испанцы лояльно смотрят. Главное, жестких нарушений, чтобы не было. Первое. И делайте шенген, не бойтесь, сделайте под короткие даты, неделю, две, и все можно успеть. Реально все успеть. Ну, то есть, как бы, месяца не нужно, да, иметь, как бы, две недели вполне хватит, можно въехать и сделать. Если все грамотно подготовить, можно подать документы. За два дня у нас был рекорд, ребята приезжали по стартапу, ночью приезжали, у них плотный график был, это вот было у нас еще зимой, в декабре, в начале декабря, плотный-плотный график. Они прилетали сюда ночью, воскресенье. Мы готовили все-все-все заранее, они через нас подавали документы, мы все-все заранее готовили, оплата, пошли, все. Там страховой агент уже был, все-все, ну, подсчеты были. Они приезжали сюда, сразу же оплатили госпошлину в банке, брали страховку, оплачили тоже кэшем, ну, у них маленькие самсумы были, на одного человека, один человек был, оплатил страховку. И все, документы все нам выслал, мы заполнили все заявки, заявления, выслали ему, после обеда человек расписался, скинул нам эти бланки, там, доверенность, ну, вот эти все, что нужно. Мы это все сразу подали, уже где-то часов в 8-9 были уже подлинные документы, у него рейс был 23, там, 40. То есть человек улетел за сутки, сутки был в Испании, все. И улетел, он работает в Армении просто. Все, он получил ВНЖ, у него сейчас карточка, он счастливый человек. Все окей. Но потом обратно влетал, да, получается, и получал он. Да, но у него был долгосрочный шенген, все, у тех, у кого нет шенгена, вот у нас ребята спокойно оставались и получали ВНЖ по стартапу, получали спокойно ВНЖ по намаду. Вот сейчас вот у нас ребята, которые на прошлой неделе выходили, на позапрошлой неделе одобрения получали. У них тоже короткие шенгены были, там, месяц им давали, там, кому-то на 3 месяца давали, кому-то на 2 недели, ребятам, и все на семью. К примеру, отцу дали наоборот, на 3 месяца детям и жене дали на 2 недели. То есть, видите, вот мужчина, дали ему на 3, а семье дали на 2 недели. И все успели, все окей, успели подать. А не испанские шенгены? Простите, что перебиваю. Испанские шенгены берут в основном? То есть тот же шенген берут, да, чтобы не мучиться со въездами, да, из полиции? Смотрите, испанский шенген, да. У нас ребята делали из Турции, у нас был такой кейс, у нас ребята делали из Турции, им 2 раза отказали. Французы отказали, испанцы отказали, у них в ВНЖ был, они ходили в французские, даже письма и все. Что делать не знали? Они через Армению как-то пытались там, они не хотели внушаться в Россию, а жили в Турции, у них в ВНЖ был. Что они сделали? Они, хотя после, смотрите, после отказа французского шенгена, они поехали, ребята поехали в Москву, одна жена только поехала в Москву, ребенок с папой остался в Турции, мама поехала в Москву, заказала VIP-сервис, доставка документов, знаете, есть такое у франции, есть такая штука, типа приезжает к тебе курьер, заполняются документы, VIP там 15 тысяч что это, или 12 тысяч рублей, не помню. Они заранее записались, выбрали дату, мама взяла, ну это жена взяла дочке паспорт и взяла отца паспорт, у них биометрия, правда, была там года 2 назад, 3 назад, ну то есть недавно, они 5 лет назад там, да, дала документы, курьер вообще словно, сказал, говорит, вот муж, муж этот документ, он взял док-дока, все заполнил, все-все-все, забрал документы, потом через неделю, неделю-полторы, по-моему, она уже занималась своими делами, через неделю-полторы, им привезли эти паспорта, все, жена взяла, сразу купила билет в Турцию, улетела, ребята приехали сюда, по французскому шенгену, они въезжали, подали документы спокойно, все окей, ну по стартапу, ну департамент, ребят, такой же, одинаковый, те же госпошины, та же виза, просто у них написано, ВНЖ, ВНЖ по стартапу, там предприниматель, все одинаково, три года с правом работы, все одинаково. Там надо в полиции будет, да, зарегистрироваться, что ты въехал, вот это вот, получить какую-то справку, что именно на территории. Да, если вы въезжаете не, у вас въезд, получается, не прямой, вот, например, есть рейсы, там, из Марокко, из Турции, из Дубая, из Сербии, в основном так летают ребята, они летают напрямую, но есть кто-то летает из других стран, например, там, из Армении, из Грузии, тоже есть прямые рейсы, нет, из Грузии есть прямые рейсы, но есть и непрямые, например, из Милана очень много, там, через Италию, да, там, через Францию летели ребята, можно прилететь туда, поставить печати Шенгена, там, Франции или Италии, и прилететь в аэропорт, в Испанию, в любой, Барселона, Мадрид, Валенсия, прилететь, пойти в полицию, там, это займет, бесплатно дают, пять минут потратят времени, вам запишутся данные, поставят печать, и все, цель визита, вы скажете, ну, туризм, там, все, и без разницы, не бойтесь ничего, можете сказать, туризм, и все, не обязательно, ВНЖ, там, лишнего просто не задавать, вы получили, все, ушли, оплачиваете госпошлину, документы все подаете, в департамент онлайн, все, ждете ожидания, ну, решения, ну, в ожидании решения, официально, у вас от робота будто бифка, что документы принят на всю семью, и 20 дней, все примут, главное, подготовиться заранее, все идеально сделать, чтобы не тут приехать, и, ой, а на справки документов, все заранее, с апостилем, справки с апостилем сделать, на несудимости, брак, и средства рождения детей не нужно с апостилем, ну, главное, хурада, ну, подготавливайтесь, и все получится, в Шенген делайте, не бойтесь, ребят, делайте, не получается, вот смотрите, у нас не получилось, ребят, Испания, и Франция, в Турции отказали, в России сделали, не бойтесь, можно делать. Слушайте, а вот она не говорила, за сколько она записывалась на этот вип-сервис, то есть это какая-то через 2-3 месяца история, просто чтобы понять все остальные документы, подбивать по срокам. Неделю? Неделю-полторы они сразу взяли билет и уехали, по-моему, неделю, и все, очень быстро они записались, и сами все делали, как-то все сами, там, и все, кто-то через агентство, вон, у меня вот теща делала визу, вот в декабре, она, ну, мы и помогали, не в декабре, она делала осенью, в Нижний Новгород, в Москве, в Питере, все записи забиты, Нижний Новгород открыто, пожалуйста, идите вот, если хотите потратить время, езжайте в Нижний Новгород, там, или в Самару, там, сюда записи есть, там, ну, неделя максимум, езжайте, там есть сервис, вы можете сэкономить денег на нашем гене, там есть сервис, который вы платите деньги, вам там сделают все документы, ну, заполнить за вас, сделать копий, сервис, если вам не хочется делать, там даете 2-3 тысячи рублей, все, зачем кучу денег отдавать, там, каким-то агентам, чтобы вас записали, записывайте сами билет, езжайте в Нижний, или в Самару, и делайте дуки сами, там, за 2-3 тысячи рублей, реально, чтобы у вас был реальный бронь билетов, и бронь отеля, все, вам можно ничего делать, спасибо, спасибо большое за советы, идем дальше, у нас увеличивается количество участников, и поэтому мы ожидаем большое количество новых вопросов, здравствуйте, вопрос про банки, можете подсказать, вот, чтобы снять квартиру, нужен счет в местном банке, но чтобы его открыть, нужно тархету уже в ВНЖ, да, как вот это разрулить, разрулить все? Первый, в банке в Испании 99% сейчас счет вам не откроют, ну, даже и с российским паспортом, с израильским паспортом, без ВНЖ, без там каких-то оснований, не откроют, нереально, снять квартиру пока, приехать, например, снять на Airbnb, на Booking, посмотреть, это как вариант, до ожидания тархеты, самый такой, смотреть чаты, вот Борис тоже рекомендует, смотреть все местные чаты, там, Валенсия, Барселона, искать по чатам, писать там, ребят, кто сдает квартиру, там, на месяц, на два, на три, пока, там, да, и оплачивать наличкой, потому что многие наши, вот, русскоязычные ребята, там, да, вот, кто приехал, у кого есть недвижимость, они готовы сдавать наличными эту недвижимость, да, она может быть, там, чуть-чуть дороже будет, но вам не нужен будет счет, или такая же цена будет, вам не нужен будет испанский счет, все, дали налички, все закрыли, потом, когда получаете карточку, через, там, через 20 дней одобрения, через месяц у вас карточка, все через два месяца, и того, после приезда, вы можете открывать спокойно счет, в любом банке, заводить сумму, делать, у вас будут налоговые номеры, карточка, арендовать квартиру, какая вам, ну, хочется, ну, там, ну, пока рекомендую, booking, чаты, и через каких-то наших, ну, русскоязычных комьюнити пробивать эти квартиры, вот, у меня вот сейчас в ремонте пока, две квартиры, мы будем сдавать тоже, но, попозже, сейчас там у нас реновация, поэтому, сейчас, не знаю, сезонно успеем мы сделать или нет, вот, я бы сдавал тоже так. Ну, давайте я тоже отвечу, и дополню Артема, для того, чтобы снять квартиру, в целом счет не обязательный, то есть, очень часто, они готовы принять, предоплату просто наличкой, вот, и чаще всего они просят за полгода или за год, ну, за полгода это точно реалистичный вариант, и, соответственно, за это время вы по-любому получите уже резиденцию, у вас будет архета, и вы сможете спокойно открыть счет, а счет вам нужен для того, чтобы вы могли оплачивать коммунальные платежи, но даже и здесь можно обойтись, то есть, хозяин квартиры может не переключать на вас, коммунальные платежи, будет просто вам скидывать ту сумму, которую вы должны оплатить, и будет либо там, не знаю, или с другого счета переводить, или наличкой возмещать, поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, тут нет какой-то прямой связи. Да, еще добавлю, ребята, у вас, если вы подаетесь под цифровым кочевник, у вас офигенная штука, у вас есть контракты долгосрочные, с которыми вы подаете в департамент, вы можете поговорить со собственником, с собственником, показать, что, ребята, вот у меня контракт там на 3, на 4, на 5 лет, вот я работаю, у меня заработок есть, я подал документы на визу цифрового кочевника, вот департамент меня там одобрил, рассматривает, вот, видите, вот, я как бы, все, ну, чистый, и вы там, делаете страховку, все из страховой компании можете показать, им очень важно страховой, и собственнику, что вы способны, что вы не останетесь в этом жиле, он будет вас с полицией выгонять, ему это важно, покажите контракты, чтобы регулярные платежи, вот эти номины, ну, как они говорят, эти платежки, все, проблем не будет, главное, показать, договориться, все люди, не отказали, один-два раза, ну, хорошо, из десяти раз, там, не знаю, там, всем откажут, ну, три дадут добро, и вы снимете хороший вариант, временно, пока может временно, потом карточка уже, когда будут, вообще почти не париться, вы уже как король, все, карточка есть, ВНЖ, все, супер. А еще, чтобы сдать отпечатки на Тархету, нужно прописку, я понимаю, во многих городах. Да, во многих городах нужна прописка, чтобы эту прописку положить, нужно снять, квартиру на длительный срок, на год и там более, или у друзей прописать, попросить их, чтобы они вам сделали прописку, или вот в Барселоне, есть несколько участков полиции, которые делают без прописки, просто пишут адрес, там, друзей, знакомых, и без прописки могут это сделать, но это пока только в Барселоне, там, несколько полицейских участков, только делают такую штуку. Угу, понял, спасибо большое. Еще вопросы? А вот по льготному периоду в Мадриде, я слышал, что на два года, да, ноль, ноль евро этот, суд страх платится. Нет, это старая информация, сейчас, в прошлом году было еще на два года, кто успевал до 31 декабря открытия Autonomo, я еще по старой схеме открыл, Борис еще открыл по старой схеме, мы платим еще вот эти два года льготные ставки. Те, кто открывает уже Autonomo, и, ну, вот эти, самозанятого в Испании, это как ИП, они уже платят только льготный период год, то есть год один они скосили, ну, типа, надо платить, халявы нет, и поэтому так, но в Мадриде точная информация, год вообще не платит налог, там надо регистрироваться, ну, не нужна там прописка, нужно вот это все документальное, все, что там сделали, год можно не платить, в Мадриде, только в Мадриде, но это экономия денег один год, и все, но это постоянно там надо привязывать, будешь, и там, если вы дистанционно работаете, то, в принципе, нормально, потом просто поменяете прописку, меняете юридер адрес здесь, ну, там, в Валенсии, либо в Барселоне, где вам удобно будет. Ну, в других городах, я понимаю, 80 евро тоже первый год, в соцстрах, да. Да, в соцстрах платится первый год по всей Испании 80 евро, и есть еще льготные режимы на островах, надо там узнавать, у нас ребята туда поехали, и они будут открывать скоро там автоном, мы получили только карточку недавно, вот ждем, как они там, какой льготный период, там у них будет льготный режим, и да, везде 80 евро первый год, и еще бухгалтеру нужно платить, это хистору, все зависит от цены его услуг, сколько он оценивает, там обычно онлайн, какие-то сервисы, там даже от 10, от 20 евро берут в месяц, ну, ты сам все заполняешь, делаешь там, типа, как мое дело, документы, как точка в бухгалтерии, вот эти, как Тинькофф там свои, такие сделали, онлайн в бухгалтерии, вот типа такого, а нормальных хистор человеческих, я вам рекомендую брать вот человека, чтобы с ним можно было пообщаться, даже с переводчиком, какие-то вопросы он вам помог сделать, не обязательно русскоговорящие, можно испанцев брать, они через переводчик хорошо разговаривают, пишут, и все, бери там, ну, это будет стоить там, наверное, там 50-60-70 евро, вот у Бориса можно спросить, он у него, сколько сейчас оплата стоит? Так же 60. Вот, за автонома Борис платит 60 евро, вот я плачу, 60-60 евро, да, я плачу за ООО, 175 евро, плюс ИВА, ну, налог, это плюс ИВА, это НДС, я плачу 211 евро за ООО, но у меня много всяких фишек, у меня 3 менеджера, можно сказать, босс этой компании, который любые консультации могу узнать, да, потом по, по персоналу, по трудовым договорам, по всяким этим моментам, по соцпраху, да, один человек у меня там, девушка, и вторая у меня еще тоже девушка с опытом большим, налоговый консультант, то есть они, вот я ей задаю вопрос, они мне отвечают, пишут там, что нужно, очень удобно, в чат есть специально из программы, там человек 30 работает, я взял на аутсорсе компанию, которая мне делает, и стоит 201 евро, даже дешевле, чем в России, я думал, что бухгалтерия будет в Испании дороже на блога, а тут у меня вот сколько человеков, персонала, и столько стоит. Интересно, спасибо. Плана, у вас рука. Добрый день, у меня вопрос такой, на данный момент нахожусь по бизнес-визе в Польше, у меня тоже получается ИП, контракт у меня с итальянцами с августа месяца, в контракте прописано, что у меня 2700 с августа месяца прошлого года, и у меня 2700 доход в месяц, но по факту, то есть мне работодатель платит по факту выполненных работ, то в принципе доход там получается там от полутора до 2700 как раз таки. Вот подскажите, пожалуйста, если я планирую подать в августе документ, то есть мне надо показать доход за последние три месяца, то есть это, видимо, май, июнь, июль, чтобы доход был не меньше, чем 2520. Я правильно понимаю? Да, правильно, вы можете показать за три предыдущих месяца доход, и все, но если он у вас меньше, он провалился где-то, я рекомендую вам показать за полгода, если вы хотите больше показать, вот там, например, какой-то месяц, вы там две с копейкой меньше получали, какой-то больше, если там реально сумма больше будет, покажите за полгода. Ну, больше нет, больше не будет. От полутора до двух шестьсот. Ну, я рекомендую все равно за три месяца показывать, но лучше испанцам показать, если вы больше работаете, реально у вас зарегано ИП, вы покажете в Польше, да, вот этот вот документ, зарегано все на вас, я рекомендую показывать за полгода. Не будет дозапросов, не будет никаких вообще там моментов, быстрее одобрят там за 19, за 20 дней, а то, получается, дозапрос будет, пока мы ответим с вами, пока вы там напишите, пока это, там еще пять дней затянется, недельку. А так подали доки все сразу, и все, и забыли. И сразу только придет решение. Рекомендую за полгода давать. Хорошо, смотрите, но опять-таки, чтобы все-таки не получилось меньше, ну, три месяца, это как бы обязательно. То есть на данный момент у меня есть возможность тогда еще с одной компанией, говорю, там, с 1 мая заключить договор, ну, чтобы этот доход был, там, хотя бы там 2 шестьсот гарантированно, потому что я, например, вот в мае тоже не уверена, что мне итальянцы 2 500 заплатят, возможно, полторы. А если я заключаю еще один договор такой же, там, с другой турецкой компанией, и вот в таком случае, но это могу сделать только с 1 мая. Тут у меня контракт будет с 1 августа прошлого года, а этот будет с 1 июля. Я могу, соответственно, при подаче документа в августе показать два контракта и суммированный доход по этим контрактам. Честно, можно показать. У нас ребята показывали с 5 компаниями. То есть там 1000 евро, там 500, там 700, и все проходило, все нормально. Ну, и главное, что контракты тоже были долгосрочные, соответственно, ну, желательно, до 3 лет. Да, не до 3, а были вообще там 4-5 лет. Потому что если 2 года будет хоть один контракт, реально вам дадут только на 2 года ВНЖ. На год будет, значит, на год дадут. То есть ставьте бессрочные. А, мне лучше. Если у меня контракт один будет, например, на 4 года, который я сейчас новое заключу, а вот первый у меня с итальянцами на 2 года. То есть мне лучше тогда переделать и этот контракт, который с итальянцами, на 4 года их попросить, да? То есть если один контракт будет, ну, скажем так, на 4 года, до 1 на 2 дадут тому, который короче. Правильно я поняла? Да, они смотрят, они будут смотреть на это, поэтому лучше все, что бились, там, 3 года ставьте минимум, там, или бессрочный просто, или там на 4 года, как вам удобно. Просто скажите своими итальянцам, что это формально, это для ВНЖ, это вот нужно вот для этого. Да, да, я понимаю. Если они все сделают без проблем, приедьте сюда и откройте Утонома, будьте так же. Им даже легче по Евросоюзу, так же, как в Польше будет так же. Только у вас будет ВНЖ полноценный с правом работы на 3 года, и у вашей семьи будут, там, детей можете привезти, мужа, там, или сами приезжать, вообще без знаний. Даже родители можете привезти по этой визе, зависимых. То есть я вот, мы тещу приводили в декабре, пожалуйста. За 20 дней одобрение пришло. Главное показать документы, зависимость и все. Скажите, пожалуйста, то есть, ну, в любом случае, ну, хочется работать-то с вами, чтобы вы все проверили, за сколько надо, ну, кроме вот этих, понятно, что я сейчас договор эти подготовлю, буду смотреть, чтобы у меня этим как минимум 3 месяца доход превышал, там, 2 600, там, скажем. За какое время, ну, я увидела, что там справку надо апостелированную, диплом есть. За какое время лучше там к вам обратиться, чтобы начать готовить документы? Какие там еще могут быть сложности, сколько там может быть по времени? Честно, можете писать нам всегда в личных консультациях, и мы всегда свободны, вечером, утром, днем, без проблем. А подготовить документы можно, мы рекомендуем заранее, если вот вы, например, ну, хотя бы минимум за несколько недель начинали подготовить. Вот справку несудимости закажите сегодня уже, чтобы она была, чтобы она делалась, потому что вам нужно, скорее всего, две справки, наверное, из Польши, и у вас гражданство России, да, или белорусское? Гажданство России, я год уже, да, в Польше нахожусь. Значит, вам нужно будет две справки, скорее всего, одна из России, с апостилем, справка с апостилем, с переводом хорада, свежую, она должна быть не старше 90 дней, то есть вы должны сейчас заказать, и если вы в июле, в июне приезжаете, нормально, если уже там в сентябре, в октябре уже будет она просрочена, все это новое. Нет, я на август планирую подачу документов, у меня там до 20 августа действующий шенген, вот эта польская девиза, и я планировала как раз-таки вот в августе приехать и тогда продлевать, а к этому моменту собрать все документы. Так, значит, мне еще в Польше нужна будет справка о несудимости, да, отсюда тоже. Да, справка о несудимости в Польше и тоже на испанский язык переведена, и мы рекомендуем как можно раньше начинать собирать документы, чтобы быть спокойны, потому что договора, там моменты с дипломами, четко, да, чтобы лучше, они, смотрите, договора-то они срока не имеют, да, там, остальное все-все-все подготовить, все кейс провести, чтобы вы уже знали, что вам нужно, какие документы вы ждете, как только получили, все, там свежие инвойсы просто взяли, выписку там, и все, и все, больше ничего, а потом просто вам будет тяжелее, а-а-а, там приехали там за две недели, за неделю, а-а-а, быстрей, 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 ночами надо делать, а так вы спокойно начинаете к августу, там уже хоть там завтра, пусть завтра начинаете готовить, все документы, спокойно же, знаете, что у вас там все документы готовы, приезжайте там, не знаю, первого, там, третьего августа, жильем проблема в августе в Испании, честно, я рекомендую приехать чуть раньше, или уже в сентябре приехать, да, или в этом, потому что это будут космические цены на аренду, или сейчас, прям уже бронировать точный дакон, потому что у нас, например, каникулы в Костейон, я живу в городе Бенни-Карло, и у нас, прямо август там весь забит, у нас даже есть каникулы, называется, банки не работают, кстати, будут проблемы с оплатой госпошины, может быть, не, департамент будет работать, все окей, 20 дней они обещают, они будут делать, все окей, онлайн, потому что подача онлайн, а вот проблема со страховыми, вам нужно будет страховку купить, это проблема будет, потому что менеджер может один работать, дежурный, а он там завтра, пусть завтра, и вы просто приедете, за два дня не успеете, мы там с вами будем неделю, там полторы делать, потому что август, ну, или заранее списаться со страховыми, вот у Бориса есть два человека, русскоговорящих, можно с ними заранее списаться, все подготовить, документы, уже даже можно какую-то оплату произвести, и, чтобы там, он действовал полисом с 1 августа, все, вы будете знать, что у вас с августа есть полис, а платить госпошину тоже можно, хотите, мы вам поможем, вы можете друзей попросить, или сами приехать сюда оплатить, но в августе проблематично, там в некоторых провинциях по-разному две недели, но если заранее все подготовить, сделать и совместить приятное с полезным, подать доки, приехали, сразу на второй день подарили документы, вы пока ждете, вы наслаждайтесь этой красотой и отпуском, потому что здесь столько фестивалей, всяких карнавалов, в августе, Испания вся отдыхает, и вы как бы заодно будете ждать официально свою визу, реально получите в конце августа, еще отдохнете, классно, и погода классная, ну и народу нормально. вам тогда в личку тогда уже писать, грубо говоря, там какие-то более конкретные вопросы, там по стоимости и по срокам, все остальное, все, я услышала, хорошо, спасибо. Да, можете писать Борису, мы вместе работаем, Боря основатель этого проекта большого, у него хорошая комьюнити, у нас тут и встречи проводят, и ребята в волейбол играют, он как наш духовный лидер, спасибо Борису, он собирается. Сискульптурный лидер, спасибо Артем, но по документу лучше к Артему, он там все нюансы прямо знает, а я уже по запуску проектов и так далее. Идем дальше. Так, Лена, пожалуйста, у вас рука. Лена, нужно включить микрофон, вас не слышно. Алло, да, я говорю, там, Ючина, простите. У меня такая ситуация, у меня в 2023 году будет налоговая резиденция, в Армении, у меня армян КП, которые получают доход здесь, соответственно, я приеду где-то конец августа, сентябрь в Испанию и хочу сохранить налоговое резиденцию в Армении на 2023 год. Из того, что мне будет его подтверждать эта справка из армянской налоговой и то, что в принципе у меня не будет куплена недвижимость, у меня не будет купить денег заработан в Испании до конца года и прочее. То есть с какого момента я начинаю платить налоги? С того момента, как я приехала в Испанию? С того момента, когда я открыла автонома? И за какие доходы из Армении, из Испании я оплачу налоги в 2023 году? По налоговому резидентству вы будете показывать в следующем году, скорее всего, наверное, будете платить налоги, наверное, если у вас гражданство России и Армении и будет еще в Испании, скорее всего, вы будете отчитываться перед тремя налоговыми. То есть в России обязаны отчитаться? У меня с России нету, у меня в России нету ничего, ни ИП, ничего. То есть я там не прожила, я проживаю в Армении и здесь у меня и ВНЖ в том числе. Все равно нужно проконсультироваться с российскими государствами, скорее всего, вам нужно будет справки, документы из налоговой, доказать, что вы там не налоговый резидент, потому что они захотят армянские деньги, чтобы вы там оплатили в России и нужно будет вопросы... Кто захочет? Налоговая... Ну, все равно, смотрите, обмен данными есть и армянская... Нет, налоговая какой страны, извините? Российской страны вы обязаны там... Нет, не захочет. Давайте мы опустим тему российской налоговой, потому что налогового резидентства у меня нет, доходов там нет и прочее. То есть Россия определяет налоговое резидентство строго по календарности. По паспорту. По паспорту. Да, правильно. И вы можете... Давайте мы пропустим тему России. Окей, меня сейчас интересует Испания. Вот. Да. Честно скажу вам просто одно. Рекомендую вам сделать запрос на сайте налог.ру и вы еще 100% появляетесь налоговым резидентом в России документально. Вот сделайте запрос. Я уже не живу в России там, не знаю, получается, почти два года мы делали один любопытство нажал, у меня бумажка пришла, что налоговый резидент России пришла из налоговой. Поэтому вот. Это проверьте. В личном кабинете налоговой. Смотрите, по Испании вы должны платить налог только когда вы получаете ВНЖ. Вот вы получили ВНЖ, вы можете открывать ИП, там написано право работы, получили карточку, все. Вы можете уже оплачивать налоги, исполнить соцстракцию и с того момента налоговая испанская в следующем году будет вас считать налоговым резидентом уже Испании. И вы можете за те предыдущие месяцы, которые там, ну вот вы примерно получили в октябре получите ВНЖ или в ноябре получите ВНЖ. Вот с января по ноябрь Испании неинтересно будет ничего, потому что вы являлись налоговым резидентом и платили все налоги в Армении. Вы покажете, скорее всего, вы две справки будете показывать, как гражданка России нужно будет, что вы не являетесь налоговым резидентом в Испании только этот документ подтверждается. Они не смотрят по паспорту, они смотрят по бумажкам. Из России бумажка нужна, из Армении бумажка нужна будет, что вы реально оплатили налоги там и в России, у вас там все четко, уже не являетесь налоговым резидентом. А за какой год? За 2023? Да, за 2023, потому что отчитывается, вы будете в 2024 уже году, ну, в Испании. Вот покажете эти бумажки и налоговый будет считать те деньги, которые вы вот с ноября, с октября будете получать в Испании. Вот их будет считать. И которые вы получаете доход в Армении или в других странах, они будут тоже считать, если вы будете декларировать его, 24% вы будете платить. Никаких льгот не будет. И еще, но если вы их зарабатываете и эти небольшие суммы оставляете, например, в Армении или оставляете их там в России, никто не будет, в принципе, об этом знать, никого обмена сильно не будет, если вы сами об этом не скажете. Если там у вас миллионы долларов, да, узнают. А если небольшие суммы, там... Вроде между Арменией и Испанией есть АПН-10 то-таки налоговый обмен. Ну, смотрите, а вы просто... Потому что есть АДН. Да, но вы налоговый резидент будете Испании, раз, вы гражданка России, да, у вас паспорт, и они смотрят по гражданству налоговому, то есть обмен будет с России. Они сделают запрос, ага, ничего нету, все окей, все. Они в Армении не будут, потому что с Арменией ничего у вас не связано практически. Все, вы там ВМЖ получили, потом стали этим, и все, даже налоговый, в принципе, не будут знать про вашу ВМЖ, если вы сами не скажете. И у вас если не будет трансграничных платежей, тоже, в принципе, никто не знает. То есть, если вы не будете деньги из Армении заводить в Испанию, то тоже... У меня платежи из Европы в Армении. Вы просто переведете европейские платежи на испанскую, и все. Вот. Я поняла. То есть, меня, знаете, что еще интересует? Меня интересует, считает ли, испанского налогового полученным доходом с территории Испании, если я физически нахожусь с ноутбуком в темном диване в Испании, но работаю через армянское ЕП, например, с Мальтой. Если вы об этом не заявите, никто не узнает. Если вы эти деньги не будете заводить сюда, в Испании, никто не будет знать и не сможете читать. Потому что, если деньги останутся там же в армянской компании, вы эти деньги там будете тратить, не будете трансграничные платежи делать, то и нужно будет, как бы, и не надо пока. Я же им предоставляю справки для подачи. Ну, смотрите, сейчас вот вы пока налоговый резидент еще в Армении, и до момента этого вы будете все оплатить налоги в Армении. Потом их не интересует. Потом они все это закрывают, глаза на это, и вы обязаны открыть по закону ИПС здесь. И то, что вы получаете на ИПС, вы платите налог. Все. И те платежи, которые заводите в Испанию из каких-то стран, вы платите, покажете, что это доход, или вы покажете, что, как можно оптимизировать, что это предыдущие накопления ваши за несколько лет. например, переводите сама себе. то есть вы и Елена переводят себе, Елене испанской, переводят деньги на накопление за 10 лет. Вы же могли накопить миллионы за 10 лет. Просто покажите бумажки. Бумажки, 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 и не заплатите налог. Ну, это уже к налогу. Они как уже будут копать, смотреть. Ваши основные интересы будут в Испании, потому что аренда квартиры, все-все-все-все будут. И в НЖ, все, они будут считать. Если вы миллионы зарабатываете, вам, вы будете интересны испанской налогой. Если копейки, то не сильно интересны. Меня тут больше не интересует не с момента получения самого ВНЖ, не с момента открытия ИП, а еще интересует вопрос календарного года. То есть, я так понимаю, что Испания претендует на налоги по всему миру за весь год, только если я по календарному методу устанавливаюсь налоговым резом, то есть, пребываю 183 дня. А пока я не пребываю, она до момента возникновения других оснований, до этого момента за весь год ничего не требует. Нет, смотрите, вот если вы получили ВНЖ, например, 1 октября, вы получили ВНЖ, с правой работы, там написано, все. Вот все налоги, которые вы оплачивали и можете доказать бумажными, что вы были резидентом в Армении или в России, до 1 ноября вы ничего не платите. Вы ничего не платите. Как раз и вот это все. А потом, когда с 1 октября, уже за 2 месяца придется заплатить, придется деплорировать. Вот так. Ну да. Не претендуют за весь год. Спасибо. Коллеги, у нас осталось 3 минуты. Можно задать еще очень короткий вопрос и получить очень короткий ответ. Если вопроса нет, то я задам. Артем, как ты считаешь, лучше ли сейчас время подаваться на визу цифрового кочевника? Очень коротко. Да, сейчас самое лучшее время подачи документов именно конец мая, июнь, июль, потому что мы знаем четкие правила, знаем, что они хотят, все одобряется быстро, никто не в отпусках, потому что в августе это будет проблема. В августе и в сентябре мы не знаем, как это все будет. Сейчас все работает. Мы считаем, что лучше подаваться сейчас, делать шенген, быстро попробовать делать шенген, приехать, за 2-3 дня подаваться и получить там через 20 дней одобрения. Да, и в средний август на испанских пляжах. Да, и заранее подготовить все документы, потому что в августе это будет проблема. Но не проблема для тех, кто подготовится, все. Будут все спланировать сейчас, а в августе приедет, просто будет наслаждаться и подаст долг. Будет ждать. Все. Спасибо всем. Спасибо, Артем. До встречи через неделю. Появятся новые вопросы, приходите, и мы дадим ответ. Спасибо, Артем.